МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Максим Геннадьевич, спасибо, что пришли к нам в студию. Давайте поговорим о бизнес-инкубаторе, который открылся в Нижнем Бестяхе. Он 18-й по счету. Как вы оцениваете развитие сети бизнес-инкубаторов в регионе? Добрый день. Безусловно, сеть бизнес-инкубаторов в нашей республике развивается в рамках бюджетного послания нашего главы. Это очень обширная, на сегодняшний момент, самая обширная из сетей в Российской Федерации. Мы открыли 18-й бизнес-инкубатор. В планах у нас еще открытие двух бизнес-инкубаторов. Мы видим востребованность этого института развития для начинающего бизнеса. Ну и, безусловно, тот спрос со стороны начинающих предпринимателей, потенциальных предпринимателей, он подтверждает то направление работы, в которых мы и идем. Вот под занавес прошлого года с институтами развития бизнеса встречался глава региона Егор Борисов. Какую оценку он тогда дал и какую оценку, конечно, дали эксперты в развитии сети бизнес-инкубаторов? Ну, вообще, в рамках нашей программы развития сети мы опробировали свой внутренний стандарт, республиканский стандарт деятельности бизнес-инкубатора, который, безусловно, позволяет расширить спектр оказываемых услуг со стороны бизнес-инкубаторов для потенциальных, начинающих, а также действующих предпринимателей. Этот стандарт позволяет, безусловно, повысить выживаемость проекта. У нас в рамках бизнес-инкубаторов среди выпускников средний процент выживаемости составляет порядка 80-82%. Это достаточно высокий показатель в масштабах Российской Федерации. Ну, кроме того, именно система бизнес-инкубирования, созданная в нашей республике, она признана как лучшей практикой на уровне регионов со стороны Минэкономразвития Российской Федерации, Миндаль-Востокразвития Российской Федерации, а также Агентство стратегических инициатив. То есть, в принципе, система достаточно работающая, востребованная и, безусловно, есть неплохие перспективы для дальнейшего развития. И вот в рамках встречи с главой, глава отметил то, что институт жизнеспособен, подтвердил свою необходимость дальнейшего развития. И, безусловно, в рамках этого мы будем продолжать развитие сети, в том числе по созданию инкубаторов в каждом муниципальном образовании. Но, несмотря на это, мы ставим перед собой задачи повышения качества оказываемых услуг, чтобы предприниматель, независимо от своего месторасположения, мог получить единый, качественный спектр услуг, независимо от местоведения бизнеса. В Якутске бизнес-инкубатор действует 2012 год, если я не ошибаюсь. Сколько на данный момент резидентов и какие направления бизнеса наиболее успешны? Потому что бизнес-инкубатор, если сравнивать с технопарком Якутия, технопарки Якутия более инновационные предприятия, а бизнес-инкубатор ближе к земле. Да, безусловно, вы правы. За все годы деятельности инкубатора в Якутске через нас прошло свыше 200 различных проектов. Сразу скажу, что эти проекты в своем большинстве, порядка 90% проектов являются приоритетными для развития в нашей республике. Это и подразумевает необходимость их поддержки. В настоящий момент в инкубаторе у нас размещено 75 проектов. Это с учетом дистанционных. Таких мы тоже услугу дистанционного бизнес-инкубирования внедрили уже в течение двух лет. Потребность на это есть. Основные приоритеты – это местное производство, это услуги для бизнеса, услуги для населения, консалтинговые услуги. То есть тот бизнес, который действительно рынком востребован и который необходимо на начальном этапе поддерживать. Но одними из успешных проектов, их достаточно большое количество, у нас являются, к примеру, в сфере ювелирного производства. У нас два проекта, которые очень неплохо действуют. Это ювелирная компания ГЛГ, ювелирная компания УРУ. Они действуют на рынке не только города Якутска, но и на территории республики Саха-Якутия. Есть у нас проекты, которые функционируют не только на территории республики, но и в масштабах Российской Федерации и даже на международном рынке присутствуют. Есть компании в сфере строительного консалтинга, такие как компании Росстройпроект, ну и большое количество компаний. Давайте все-таки обратимся к районам республики. Наиболее успешные бизнес-инкубаторы там, на местах, где находятся? Мы в рамках мотивации, скажем так, муниципальных образований внедрили совместно с Министерством инвестиционного развития предпринимательства ежегодную обязательную рейтинговую оценку. Она позволяет в комплексе оценить эффективность деятельности данного института. Мы проводим такую оценку по категориям, то есть это крупные бизнес-инкубаторы, средние бизнес-инкубаторы и небольшие сельские бизнес-инкубаторы. Соответственно, такие же и программы создания у нас есть этих объектов. По итогам 2017 года мы такую оценку уже завершили. Самыми эффективными у нас признаны это бизнес-инкубаторы Намского Улуса в городе Вилюйске. Буквально в затылок им дышат бизнес-инкубаторы Нюрбинского Улуса, Алданского района. Ну и одним из лидеров также является бизнес-инкубатор в городе Якутске. В этом году откроются бизнес-инкубаторы еще в двух городах. И возникает вопрос, на кого все-таки делается больше упор? На города крупные, республиканские или все-таки на небольшие поселки? Ну, бизнес-инкубаторы, как я сказал, будут создаваться в каждом муниципальном образовании. Но, безусловно, мы идем по приоритету востребованности. То есть нет задачи создать институт развития. И чтобы он стоял заброшен. Конечно. Главное, чтобы он эффективно работал. И, безусловно, приоритетно мы создаем там, где есть на это большой спрос. Спрос как со стороны администрации муниципальных образований, потому что они принимают участие в реализации этого проекта. Ну и, безусловно, потенциал для развития бизнеса. Поэтому мы сейчас приоритетно создаем в крупных районных центрах. Но и поскольку у нас уже центральная, южная, западная, восточная часть Якутии уже закрыты этими объектами, у нас осталась одна Арктика. А вот вы сказали как раз, что идет оценка эффективности. Как оценивают? По каким критериям? Где больше резидентов? Или где больше успешных проектов? По каким критериям все-таки выставляете оценку? Это такой достаточно комплексный рейтинговый показатель, интегральный показатель, методику мы тоже сами разработали. Оно учитывается и эффективность использования площадей бизнес-инкубатора, то есть их загруженность, учитывается количество проектов, учитываются качественные показатели по выручке, по созданным рабочим местам. К примеру, сетью бизнес-инкубаторов по итогам 2017 года у нас поддержано около 300 различных проектов среди начинающих предпринимателей, которыми создано почти 600 новых рабочих мест. То есть это достаточно большие показатели. Выручка этих проектов приближается к полумиллиарда рублей за 2017 год. Резидентам бизнес-инкубатора, насколько известно, можно быть три года, а после трех лет, давайте говорить честно, тепличных условий, когда резидент выпускается, выходит в море бизнеса, где полным-полно акул, как он выживает, каков уровень выживаемости, процент выживаемости. Да, действительно, в инкубаторах достаточно тепличные условия, как вы сказали, да, это и не только льготная аренда, да, но на самом деле самое ценное в бизнес-инкубировании это тот консалтинг, который оказывается начинающему предпринимателю с точки зрения упаковки, сопровождения проекта и выведения его на внешний рынок. И вот реализация стандарта деятельности инкубатора, она позволяет повысить выживаемость проекта, безусловно. Если на диком, скажем так, рынке, да, средний процент выживаемости проектов составляет 20%, то в стенах бизнес-инкубирования этот показатель увеличивается в 4 раза и составляет порядка 80%. И, безусловно, мы заинтересованы, чтобы по выходу из бизнес-инкубатора проекты дальше продолжали существовать, поэтому у нас есть определенное, создается сообщество выпускников бизнес-инкубатора, мы активно привлекаем выпускников инкубатора для реализации программы, в том числе наставничества для начинающих предпринимателей, и, безусловно, ведем мониторинг, то есть как бизнес себя ощущает после выхода из инкубатора. То есть я правильно понимаю, нет такого, что 3 года мы вам помогали, мы с вами занимались, а дальше как-нибудь... Конечно, нет, конечно, нет. То есть в этом-то и эффективность деятельности института. То есть государство, вкладывая средства в развитие бизнеса, оно, безусловно, заинтересовано, чтобы этот бизнес в дальнейшем продолжал создавать новые рабочие места, оплатил налоги, оказывал услуги. И соответствующий мониторинг со своей стороны мы, безусловно, ведем. Ну вот смотрите, резиденты являются резидентами бизнес-инкубатора, предприниматели 3 года, платят аренду по льготной ставке. Вы им помогаете консультациями различными, помощью в том, чтобы встать на ноги. Какая вам выгода от этого? Что получает бизнес-инкубатор? Ну, бизнес-инкубатор, как институт государственный, либо муниципальный институт развития предпринимательства, он, на самом деле, личной заинтересованности никакой не имеет. Для этого есть частные бизнес-инкубаторы, которые зарабатывают на взращивании бизнеса. Мы же со своей стороны создаем условия для развития бизнеса, как государственный институт развития. И государство здесь основной выгодоприобретатель, скажем, от создания этих благоприятных условий. Если на сегодня оценить эффективность деятельности институтов в лице бизнес-инкубаторов, мы такой мониторинг тоже ведем, к примеру, на рубль затраченных средств на содержание бизнес-инкубатора, государство получает 10 рублей в виде налоговых отчислений. То есть это очень неплохой показатель, один к десяти. Это говорит как раз о бюджетной эффективности деятельности этого института. Ну и кроме того, я сказал, это порядка 600 новых рабочих мест, это порядка 500 новых видов услуг, новых видов производств, которые ориентированы на развитие муниципального образования республики в целом. Остаются считанные минуты, и хочется все-таки спросить о новом направлении работы бизнес-инкубатора. Это создание школьных бизнес-инкубаторов. Нужно ли подросткам сейчас заниматься бизнесом? Безусловно, пропаганда предпринимательства среди молодежи это одно из приоритетных направлений для развития бизнеса. Кадры для бизнеса, как и будущих предпринимателей, нужно готовить с детства. И поэтому у нас в республике, нашим институтом, Министерством инвестиционного развития, Министерством образования республики, а также институтами, бизнес-инкубатором и Республиканской бизнес-школой разработана соответствующая программа создания деятельности школьных бизнес-инкубаторов. И у нас уже есть неплохие показатели, когда школьники, обучаясь в 10, в 9, в 11 классах, уже имеют собственный бизнес. И в дальнейшем уже даже и обучаются по профилю своего бизнеса. То есть это нужное и важное направление. То есть они взращиваются из школьного бизнес-инкубатора и переходят потом в взрослый? Да, безусловно. Кроме того, взрослый инкубатор на начальном этапе, их начало, скажем так, бизнеса, он оказывает такую помощь, методическую помощь. Хорошо. Максим Геннадьевич, спасибо большое. Я напомню, что о развитии сети бизнес-инкубаторов в Якутии мы говорили с Максимом Карбушевым, генеральным директором бизнес-инкубатора Республики.